Лилия практически не спит уже три недели. Ее 23-летнему сыну Андрею, отбывающему наказание в колонии, сделали срочную операцию на кишечнике. Матери сообщили об этом только на вторые сутки. Приехала в больницу на злободке и ужаснулась. Равнодушие вот это такое. Я когда увидела в каком состоянии он там лежит, как его привезли, я была в шоке. Как лежал после операции, там голый, на грязной постели, мокрой, вся в крови, под капельницей, и одеяло было укрыто полностью с головой. Из больницы по требованию колонии парня выписали на третий день. Заранее предупредив, нужна будет повторная операция через 2-3 недели. Для этого Андрея должны были перевезти в Херсон, где при колонии функционирует полноценная больница. Но в тюремном лазарете Андрею стало хуже. Остался один вариант – снова вернуться в больницу на злободке. Но принять его там отказались. Я говорю, нам дали разрешение на это, чтобы он находился тут до полного выздоровления, до полного. На что он не ответил. А вы знаете, сколько это стоит? А вы знаете, сколько это стоит? У вас денег не хватит. Или по дороге там он умрет, или он тут, или на операционном столе. Как может профессор, доктор сказать мне в маме, в лицо такие слова? Он дал клятву. В ситуацию пришлось вмешаться правозащитникам. Они напомнили врачам – наказывать пациента не в их компетенции. Это уже сделал суд. Он его судил. Он отбивает наказание. Право на жизнь никто не отбирал еще. Право на жизнь у него есть. И лечить они обязаны. Здесь лечить, или в больнице лечить, или куда-то в другом месте лечить, если он транспортабельный. Но в нашем случае он не транспортабельный. После вмешательства правозащитников и журналистов Андрея в тяжелейшем состоянии все же госпитализировали в отделение, где ему сделали первую операцию. Будет повторная операция. Сейчас его будем выводить из данной ситуации. О наказании врачей за бездействие, которое едва не стоило парню жизни, речи не идет. В лучшем случае их ждет профилактическая беседа. Однозначно. Этот случай будет разобран. Мы сделаем выводы. И все, кто вел себя неправильно, мы обязательно с ними проведем разговорные беседы. В больнице состояние пациента стабилизировали и уже начали готовить его ко второй операции.